магазин лейн магазин для пышных дам я там я уже в прошлый раз показывает покупать бюстгальтеры вот зашла посмотреть хотела какую-то или юбочку или брювочки и в итоге опять купила свитера ну что поделать но зато цвет уже не серые купила купила красивого бутылочного цвета свитерок тоже он обычный трикотажные х бешечный с вискозой тоже по моему единственного фишка заключается в том что вот в самом низу у него кружева и все кружева такой очень красивая нежная вот хорошо сидит нормально смотрится тоже опять же с джинсиками спасибо повседневная одежда и еще одну такую блузочку не блузочку свитерок не свитерок сделано вроде на как такая тоненькая ткань и блузкой сделанной и рукавчик у него такой люди как летучая машина летучая машина такой свободный сужается к кисти но вот резиночки у него как у свитерка поэтому внизу тоже и ткань хорошая если видно на немножко как люрексовая немножко блестит но она очень свеж свежая получается такая блузочка мне не понравилось поэтому взяла тоже таких два свитера у меня вышли в 25 долларов со скидками со всеми вот ну и давайте покажу вам вещи маленького мальчика который стойко вынес эту поездку вот поэтому как я уже показывал когда-то еще в прошлом году мы купили пижамки ему такого плана и вот такие пижамки у него теплые штанишки как флисовые и вот такая кофточка на самом деле это все синтетика поэтому спать в них очень неудобно ребенок потеет они теплые парки такие но вот зимой ходить дома это вообще лучший наряд он обожает эти пижамки я купила в прошлом году 3 потом уже так расстроилась из-за того что что жаркие но вот потом стала одевать их просто в дом обалдеть и когда в школу зовут на вечеринки вот эти вот пижамные паре у них в школе иногда бывает вот эти вот пижамки одеваешь ребенок красивые нарядные в то же время в пижамки поэтому я хотела таких купить больше но таких больше не было было вот такого только плана 1 я купила уже на 6 лет как бы уже на следующий год тоже вот это я купила ваш коши есть такой магазин детский еще по моему год или два назад я там близки вещи покупала сейчас уже близко у нас полностью на взрослых пищах ну и вот такие вот футболки как бы с длинным рукавом они никогда не помешают а даже наоборот так как в школу мы ходим каждый день каждый день у них как бы такое внегласное правило в одинаковом ходить нельзя поэтому каждый день нужно мы все должны одевать сами одеваться в разную одежду у детей одевать разные поэтому вот накупила ему таких кофточек просто покажу как они выглядят не буду больше про ничего говорить они всех и бешеные удобные хорошие так такую и такую в этом магазине больше не покупал и вот такой вот в стиле милитари ножора любит военный стиль вот таких 2 и также купила ему две теплые кофточки хотела искала ему кофточки без капюшона потому что у него есть теплые парочку но с капюшонами и под куртку их очень неудобно одевать эти же я хотела на молнии чтобы можно было легко так вот не через голову а так одевать и без капюшона вот я нашла такую кофточку очень тоже мягенькую тепленькую это типа микро микрофайбер далее как она называется вот как раз зимняя такая под теплые вещи вот мне цвет понравился сочетание зеленый с синим и тепленькая мягенькая и вот такая вот уже более модная кофточка с джинсами там ходить уже можно на улицу и просто одевать когда потеплеет вместо легкой курточки вот такой вот это модно не знаю здесь это круто считается это модно нас у лиски такая была до как в стиле куртки виде куртки вот уже и жорик тут сейчас будет ходить в такой так как у нас ребенок теряет перчатки постоянно ну я думаю все дети теряют резиночки мы тут не носим хотя наверно надо бы то купила ему два комплекта перчаток вот первый комплект такие такого цвета я предпочла конечно однотонный но однотонные покупала в бейчендеме а здесь вот так как у нас куртка красная с черным я купила вот красный на следующий год ему перчатки и просто вот такие вот серо-оранжевая стоит комплект каждый по 2 до доллар 99 а так по моему еще 20 процентов скидка была чем доллар 56 они мне вышли по комплекту есть две пары за доллар 50 вот это была самая дорогая кофточка она мне вышла в 13 гривен ой в 13 долларов стоило 17 долларов и 20 процентов скидка была где-то 13 с копейками на у меня вышла дальше вот это вот подешевле было 7 долларов минус 20 процентов все ну то есть 55 чем-то там было и пижамка в районе 6 долларов вышла так это то что у вас в ашкоши дальше детский магазин картерс по моему картерс с ашкошем это одно и то же только картерс до 6 лет по моему столько дальше в картерсе я купила опять же пижамки но это пижамки уже такие в которых можно спать они хэбэшные единственное какой минус у меня тоже в них что кофточки у них хэбэшные хорошие такие тоненькие а штанишки у них уже с какие-то с начосиком вот с начосиком мне уже кажется что все равно будет жарко даже на зиму но все равно купила потому что я вам скажу сколько они стоили 5 долларов минус 20 процентов то есть 4 доллара не стоили до ну вот за 4 доллара по моему прекрасно разные такая в общем такая с каким-то чудиком и с мишкой белым несмотря на то что эти фирмы считаются там покруче детские фирмы хорошим всегда хорошие вещи но пижамы качество пижам качество волмарте мне нравится больше всего единственное что в омарте они до пяти лет и все точно жорика уже покупать размера уже нет надо в возрослую секцию идти порыться может там и какие-то еще пижамки если еще не интересовалась но вот для дома ходить вот эти идеальные и тоже опять же купила кофточку такую школу ходить с маржом и купила рубашку и купила рубашку к весне готовимся чтобы ходить нарядными красивыми и все на этом партнер так так же зашла в children's place купила только только кофточки раз кофточка все качества классного это на 5-6 лет то есть этот следующий год я уже кофточками запаслась такой с монстром каким-то и с обезьяной в кепке вот это что касается пополнений для жорика последнее что жорику купили это в этом месяце это как я уже говорила показываю еще год назад куртку которая купила жорику коламбия и можно видео вы уже в нем него в ней видели куртка черная с красными с красными вставками еще молнии там какие-то элементики у него такие желто-салатовые такие вот я все искала черные snow pants и комбинезон под эту куртку в прошлом году я его не нашла в коламбии тоже не нашла были очень маленькие размеры и были без лямок они просто как штаны в итоге в начале этого года я все-таки купила ему на всякий случай вот такие штанишки зимние в снег называется snow pants и опять же без подтяжек это без ну не комбинезоном они были сделаны штанишками они мне очень кстати нравится качество у них классная я думаю что в следующем году он еще в них походит они будут как запасные но тем не менее в этот раз в коламбии я нашла штанишки для него черные такие как хотела такие как искала идеально не будут под эту куртку это уже все это уже будет костюм вот и скидка у них было 25 долларов они стоили и минус какой-то процент уже какой не помню в итоге мы заплатили девятнадцать что-то там с копейками за них это просто черно я конечно хотелось бы не были какие-то вставки красные ли такого вот желтенького и салатового цвета ну мне и так нравится обычные черные штаны на молнии тут подтягивается для ручки есть возможность роста и тут еще резиночки вот сзади так что жорик на следующий год укомплектован к зиме готов надеюсь что и сапогетти которые мы сейчас носим на его еще будут как раз это вот очень все эти технологии умнее хит умнее шилд что-то тут еще в общем я уже кажется говорила вам что лиза у меня уже заинтересовалась модность раз упросила болтала на нас купить и кеды причем такого цвета я не знаю как дома на их проносят такие светлые захотела купили вот такого цвета ей кеды тряпичные хорошие кедики удобные это 8 размер то есть уже практически 38 размер за 30 долларов мы купили их в тидже макси хороший кеды все классно я пришла домой решила думан у меня тоже восьмерка ногу в них засунула на меня идеально так что если что мама будет брать носить дальше день а себе есть такая у нас фирма без обувная без нко в принципе хорошего качества у них обувь кожаная много не дешевая тоже там такая приличный по приличным ценам у них есть очень хорошие скидки всегда так вот в прошлом году в районе нового года день я купил там в бессе себе зимние ботинки и они его как-то очень быстро как-то подошва ввалилась и ему не понравилось их качество и он их месяц потаскал потому что в течение месяца ты можешь сдать так вот он их месяц потаскал и в принципе уже зима заканчивалась он их принес сдавать они их приняли он указал на недостаток и все больше мы не покупали бесс он сказал разочарован разочарован опять покупал еще какие-то отлетели крючки нас на ботинках хотя фирма считается хорошая качество вроде неплохое но тем не менее у него есть одни кроссовки этой фирмы летние и он их убивает убивают уже лет 5 не может убить поэтому он зашли в этот магазин и он все-таки решил купить себе очередные ботинки такие демисезонные они между зимой и весну такие вот осенне-весенние они я хочу посмотреть их прежнюю стоимость сейчас они ему обошлись в 40 долларов что-то такое в районе 40 ценник а сколько они стоили двое ну в общем кожаные ботинки замшевые вот такого вот плана такая подошва у них кроссовочно они очень легкие потому что немножко высокие немножко утепленные такие не знаю он померил ему понравилось мы подошли так что будет носить в межсезонье вот сейчас как раз у нас пока еще зима у нас еще пока не межсезонье но надеемся на скорое потепление и также я хотела себе купить кроссовки на спорт у меня меня есть одни уже года сколько два вот и ну хотела себя как запасные купить и как бы уже обновить потому что каждый день я на спорт ходила немножко уже потеряли вид свой вот хотел какие-то там супер-пупер но я там немножко в видео в прошлом видео показывала немножко кроссовки цены и цены на клиренсе ну то есть дороже или по начальной цене я их никогда не куплю потому что их начальная цена ну вот этих которые я купила 90 но там есть и 170 и так далее я не у меня расстарался раздобрел и купил две пары мне потому что в принципе я хотела взять тушку подешевле вот они абсолютно простые я в них залезла нормальные кроссовки вот и стоили они 21 доллар плюс 20 процентов по моему тоже скидка была то есть они мне 18 долларов обошлись и я уже думаю ладно уже их возьму да и все как бы обновлю те свои но на всякий случай еще взяла померила вот такого плана но они очень кислотного цвета показываю вот такие ну идеями сказал покупаем две пары они дышащие удобные в принципе на ноге хорошо они сидят вот я думаю что для для занятий как раз очень хорошо такие очень гибкие тоненькие в общем вот эти вот две пары на улице конечно в них стрёмно ходить и я не буду так для спорта хорошо ну вот и все и по мелочи значит купила себе три лака таких цветов каких то что-то меня зациклила такой вот металлический глубокий синий цвет нэйлс инк называется prime rose парк вот потом вот этот вот такой как как песок вот этот вот он красивый очень цвет такой немножко с оттенком серый немножко с таким вот оливковым оттенком каким-то называется никол снайкель никель николь by opi хороший тоже лак симпатичный но у него большой недостаток он откалывается буквально вот он ты его наносишь он высыхает уже уже готов откалываться и вот николь by opi вот такого тоже красивый синий цвет немножко кремовые такой синий молочный вот купила три лака и также вот это вот что на мне сейчас покажу пила вот такое вот такое можно сказать попсовое украшение вот но она в принципе ко всему мне кажется к любому даже с вот со свитерками с такими его можно носить к чему не обязывает черная цепочка в ней как бы внутри продета золотистая цепочка и мне нравится что вот это колечко и на карабинчики опять же на золотистом идут всякие такие вот висюльки штучки сердечко такими камушками разными ключик какие-то бусинки еще сердечко совершенно такое такое попсовое холее и также я хотела купить к своему телефону чехол долго думала не покупать потом все-таки поняла что вот уроняю его периодически что все таки лучше чтобы он был в чехле искала искала чехлы через amazon заказала аж 4 вами шли из сингапура два быстро в принципе дошли ну что я хочу сказать что ношу я только один чехол и скорее всего на остальные я не буду мне больше всего нравится вот вот такой чехол жесткий здесь вот резиночки везде и вот это вот прорезь это чтобы можно было ставить кредитную карточку с кошелька вытащили так вот поставить и он у тебя будет стоять на подставке вот это вот мне больше всего понравилось чехол и остальные чехлы которые заказала это с эфелевой башней они уже такие более примитивные и так же вот я заказала мне понравилось сама расцветка но опять же качество то есть качество обычно вот эта вот резинка вот это вот апп из мультфильма и такой слоник ну вот это вот и все наконец-то покупки за февраль надеюсь что вам это не сильно в тягость было смотреть это видео но я думаю если вам бы была в тягость вы бы отключили вот так что желаю вам тоже хороших приятных покупок и побольше и всего хорошего всем пока